Чистый воздух заказывали? Казань имеет немало экологических проблем, которые надо решать. Это и недостаточное качество воздуха в районах промышленных зон. Я не случайно их напомянула, что у нас их много промзон. Фотохроника Лисичанска. Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Камиля Галякберва. В 2024 году Казанскому федеральному университету исполняется 220 лет. Правительство Российской Федерации утвердило состав Организационного комитета по подготовке и проведению празднования. Возглавит заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. В состав комитета также вошел ректор Казанского федерального университета Линар Сафин, а также представители правительства Российской Федерации. Соответствующий указ подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Продолжение следует... Продолжить снижать объем вредных выбросов. Цель проекта – оздоровить экологическую ситуацию в крупных индустриальных городах, что плохо влияет на состояние воздуха в городе. Качество воздуха очень сильно зависит от местоположения промышленных зон, а также зависит от развития транспорта в городах и от мер, которые принимаются, скажем так, правительством республики, муниципальными нашими органами, проектировщиками. Множество городов лежат в низине между холмистыми возвышенностями. Смог скапливается даже без учета техногенных факторов. Немало проблем создает и плотная застройка. Из-за нее есть части города, в которые ветер вовсе не попадает. Реки увеличивают влажность, воздух не может подняться вверх и образуется смог. Однако это проблемы городов, которые расположены в середине России. А как обстоят дела в центре европейской части? Казань имеет немало экологических проблем, которые надо решать. Это и недостаточное качество воздуха в районах промышленных зон. Я не случайно их упомянула, что у нас их много промзон. А их, по идее, надо выводить эти промзоны из предела города Казань. И не раз генпланы города это предполагали. Вывод промзон. Недостаточная степень озеленения, я уже говорила, что около 20% только. За 2021 год уровень загрязнения воздуха России достиг максимума за последние 17 лет. На большей части страны нет станций мониторинга качества воздуха. А значит, реальная ситуация может быть еще хуже. Загрязнение атмосферы приводит к усилению глобального потепления, гибели целых экосистем и образованию дыр в озоновом слое. А также пагубно влияет на человека. На данный момент ведется активное обсуждение способов решения проблем. Лилия Нурманова, Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Дирекция парков и скверов Казани выставила на электронный аукцион три лота на право размещения фут-траков. Всего в управлении находятся 14 локаций, внесенных в схему размещения нестационарных торговых объектов. Что же мешает развиваться этому бизнесу? Подробности узнавала моя коллега Лилия Нурманова. Не первый год бизнесмены борются о расширении локаций еды на колесах. Однако дело не идет из-за отсутствия должного права регулирования. Давайте узнаем, почему закусочные на колесах приравнивают к ларькам шаурмой и как заработать миллион на мороженом. В акционе предлагается побороться за три позиции. Право размещения мобильного объекта по реализации напитков. Начальная цена 119 тысяч рублей. А также за два права размещения фут-тракта по оказанию услуг общественного питания. Начальная цена 137 тысяч рублей. Напоминаем, что всего имеется 14 локаций. Почему в городе так мало мест для размещения фургонов? Что мешает предпринимателям? В настоящее время работа фут-траков или автолавок, как их еще можно назвать, не урегулирована на уровне федерального законодательства, что тормозит соответствующую законодательную инициативу во всех регионах России. С уличной торговлей в России начали активно бороться в начале 2010 года. Все владельцы данного бизнеса были загнаны в рамки отведенных под стационарную торговлю мест. Вместо того, чтобы свободно перемещаться, предприниматели вынуждены арендовать постоянное место. Игнорируется возможность менять дизлокацию. В точки зрения закона фут-трак можно классифицировать как нестационарный торговый объект. Данная терминология приравнивает автолавки к киоскам и ларькам, игнорируя абсолютную возможность легко менять точку своей дислокации. С правовой точки зрения фут-трак приравнивается к киоскам и ларькам. В 2018 году был внесен законопроект, призванный легализовать мобильную торговлю. Однако его до сих пор не приняли. Взгляд причины – это неготовность и нежелание менять что-либо в сфере торговли. Но в действительности фут-траки не совсем свойственный России формат торговли. В некоторых местах удалось организовать размещение мобильной торговли, что мешает распространить этот опыт на другие локации. Из-за недостатка локаций фут-траки идут на риск и начинают работу где угодно. Чаще всего единственное наказание – штраф в размере 2000 рублей. На данный момент фут-траки подпадают под действие 381-го федерального закона об основе государственного регулирования торговой деятельности в России. В соответствии с данным федеральным законом, кассовый или товарный чек должны оформляться, выдаваться, выписываться, пробиваться. А по юридическому адресу организации у фут-траков постоянной, повторюсь, точки дислокации просто-напросто нет. Отсутствие законодательной базы усложняет открытие бизнеса. Однако есть случаи, когда у предпринимателей получается открыть фут-трак и не нарушить ни один закон. Вот только в 2022 году в конце в Москве принялись закон, по которому в течение 7 дней через большие услуги можно подать заявку на выбор локации, для того, чтобы можно было разместить фут-трак. В других регионах пока что все это сложно. Мини-киоск за 200 тысяч рублей и миллион на мороженом в сезон. Сколько можно заработать? На сегодняшний день автолавка – это самый простой и выгодный способ выйти в общепит. Бизнес прибыльный, ввиду того, что у вас затраты, грубо говоря, минимальные. Стоимость прицепа от 500 до 1,5 млн. Грубо говоря, вы покупаете готовый ресторан на колесах. А теперь посчитайте вложение, если вы откроете ресторан с посадкой. Да, аренда, ремонт, персонал и все-все-все-все. То есть, грубо говоря, цифры простые. Бизнес считается очень перспективным. Рустам Миниханов уже поручил разработать программу для размещения площадок под фут-траки. Лилиана Урманова, Карен Саяхова, Фарид Захитаглы. В Казанском федеральном университете состоялась лекция «Кастомер-девелопмент», на которой спикеры рассказали о подходе к созданию и продвижению стартапов. Подробности узнаете далее. В Химическом институте Казанского федерального университета прошла лекция «Кастомер-девелопмент», которая представляет собой подход к созданию и продвижению стартапов или бизнеса с помощью выявления потребностей клиента. Спикерами лекции выступили эксперты Эд и Шота, которые рассказали ребятам о работе с клиентом, разработке бизнес-продуктов, а также поделились опытом в создании своего проекта и поисках потенциальных покупателей. «Кастомер-девелопмент» — это исследование, которое позволяет понять, что, собственно, потребителю нужно, что целевой аудитории нужно. По сути, это является практически самым ранним этапом развития стартапа. В своих лекциях Эд и Шота проводят интерактивные игры, в ходе которых студенты осваивают основы глубокого интервью, а также узнают подробности в разработке университетских стартап-проектов. В Казанском федеральном университете с 2022 года свою работу ведет стартап-студия, который помогает ребятам раскрывать свой предпринимательский потенциал. Главные задачи студии — подталкивать к нужным целям и реализовывать их. Студенты учатся правильно взаимодействовать внутри команды, чтобы создавать новый продукт. Также обучающиеся могут защитить выпускную квалификационную работу, которая выполнена на основе стартапа. Отметим, что такие проекты показывают уровень знаний и умений студентов в сфере бизнеса. Конкретно на эту лекцию я пошел для повышения общей эрудиции, ну и чтобы узнать немного больше о том, что действительно мне интересно. Я больше хотел узнать какую-то новую информацию, чтобы уже развивать какие-то мои старые идеи. Каких-то новых инструментов особо не было, скорее были подмечены типичные ошибки, которые нельзя совершать. Ну и это большой опыт. Customer Development — это модель бизнеса, разработанная для новых продуктов. Это тот инструмент, который позволяет понять, какую проблему мы хотим решить, чтобы добиться результата. Юлия Салеева, Аделина Абдрахманова, Фарид Захитагуи, Универ Ньюз. Совсем скоро в стенах Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан состоится презентация театрального медиаперформанса, авторами которого стали студенты и преподаватели Казанского федерального университета. Все подробности в сюжете Юлии Салеевой. В здании филологии и межкультурной коммуникации прошла выставка Михаила Захарова, корреспондент Татаринформ, который лично посетил Лесчанск и несколько других городов Луганской народной республики. Тяжелой жизни жителей и о том, как Республика Татарстан помогает Лесичанску, этому посвящена экспозиция. Показать резкий контраст между жизнью здесь и вот этим вот, ну, фактически средневековьем, в котором оказались люди, которые жили в таких же условиях, вот как мы с вами. Еще в сентябре 2022 года Республика Татарстан взяла шефство над городом Лесичанск и многократно высылала гуманитарную помощь. Коробками с продуктами, теплыми вещами, лекарствами – всем этим татарстанцы снабдили жителей города. Вместе с волонтерами и врачами республики отправился и Михаил Захаров. Он и Светлана Белова, корреспонденты «Татаринформ», с собственными глазами видели, как жители города, несмотря на все трудности, радуются жизни. Очень жалко людей, очень жалко всех, и военных, которые там воюют, погибают, и мирных жителей, которые, они буквально живут на линии фронта. Нуждаются во всем, буквально потому что там ни денег нет, ничего нет. Казанский федеральный университет также принимает активное участие в оказании помощи Донецкой и Луганской народным республикам. Еще в октябре прошлого года всеми институтами Казанского федерального университета была одобрена идея о отправке гуманитарной помощи в Мариупольский университет и город Лисичанск. Инициатором идеи выступил Елабужский институт Казанского федерального университета. Одобрение идеи получил не только от студентов и преподавателей, но и от ректора университета Ленара Сафина. Вот в том же самом Лисичанске в больнице работает 30 человек врачей. Врачам, конечно, рады, потому что там ведь уехали все. На фотографиях Михаила Захарова запечатлена тяжелая судьба горожан Лисичанска. На фоне разрушенных зданий и улиц течет обычная жизнь. Из-за постоянных обстрелов людей на улице мало. Но на некоторых фотографиях можно увидеть детишек и местных жителей с улыбкой на лице. Николай Асуховский, Фарид Захитоглы, Универньюз. На этом все. В студии была Камиля Глякберва. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok